В череду возгорания открыл пожар в поселке Заборе Рязанского района. Деревянный дом, обложенный кирпичом, вспыхнул как спичка. По словам очевидцев, в начале возгорания произошло в гараже и перекинулось на постройку. Также 4 ноября в поселке Агропустынь горела школа. В момент пожара в учебном заведении людей не было и никто не пострадал. 4 ноября в 23 часа 50 минут поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской, села Агропустынь Рязанского района. На момент прибытия горело здание начальной школы. В 2 часа 51 минуту ликвидировано открытое горение. Пожар был потушен на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Для ликвидации пожара привлекалось 42 человека личного состава и 14 единиц техники. Прокуратурой организована проверка в связи с инцидентом. Исполняющий обязанности прокурора Рязанской области выехал на место происшествия и дал оценку действиям ответственных должностных лиц. В том числе контрольно-надзорных органов. Напомним, что здание начальной школы построено в 1910 году и относилось к памятникам старины. 21 ученик начальной школы продолжит свое обучение в учебном заведении села Поляны. Он разгорается все сильнее и сильнее. Да, да, скажешь секунды. 6 ноября в 19 часов 35 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, о загорании квартиры в жилом доме в городе Рязани на улице Гоголя. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 20 часов 52 минуты. Спасено 2 человека. Эвакуировано 20 человек. Из них двое детей. В результате пожара погиб мужчина 1963 года рождения. Всего же за период с 1 по 7 ноября на территории нашего региона было ликвидировано 47 пожаров. Пострадало 3 человека и погибло 4 человека. 24 постройки было уничтожено огнем. Герман Гущин, Михаил Вазуткин, телекомпания «Город». Герман Гущин, Михаил Вазуткин, телекомпания «Город».